Венгрия продолжает злить Евросоюз, хотя россиянам и белорусам это даже на руку. А вот Испания теряет популярность. Хотя, как посмотреть? Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! Про Венгрию и их почти открытое противостояние с политиками ЕС в последние пару лет говорят регулярно. Сейчас страна оказалась втянута в иммиграционный, если не скандал, то по крайней мере конфликт. В центре урагана национальная карта Венгрии. Аналог рабочей визы, но открытый только для граждан определенных национальностей. И в число тех, кто такую визу может получить, в августе попали, правильно, россияне и белорусы. Что вызвало волну критики со стороны Евросоюза, особенно Балтийских стран, Польши и Финляндии. Но пока Евросоюз продолжает возмущаться и угрожать, Венгрия стоит на своем. Стране нужны рабочие руки. Ну а карта, которую уже окрестили самой простой и дешевой визой Европы, уже действует. Ее базовые моменты. Срок действия – два года с возможностью продления. Основанием для получения является трудовой контракт с местным работодателем. Но при этом от участников программы не требуют высокой квалификации. Заявитель обязан проживать на территории Венгрии больше 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом все время действия карты он должен работать на местную компанию или, как вариант, открыть свою собственную. Кроме того, нужно купить или арендовать жилье. В случае продления придется сдать экзамен на знание культуры, хотя россияне, сербы и украинцы от этого требования освобождены. В общем, национальная карта, если сравнивать ее, например, с золотой визой, в чем-то интереснее, в чем-то сложнее. Напомню, та же золотая виза в Венгрии позволяет получить статус на 10 лет с возможностью продления. Нет обязательства по проживанию в стране. С другой стороны, золотая виза – программа инвестиционная. Надо вложить средства и немалые – 250 тысяч минимум, если вкладываться в фонды. Но главное – схема в целом сырая, а опция с получением ВНЖ за покупку недвижимости вообще начнет действовать только с января. Так что национальная карта Венгрии определенно найдет свою аудиторию. Об иммиграционных возможностях и не только о венгерских мы, кстати, подробно рассказываем у нас в Телеграм-канале. Подписывайтесь, там полезно и интересно. Цифры из Испании про цены и про спрос. Он снизился со стороны иностранцев в годовом исчислении за полгода на 6%. В этом нет ничего драматичного. Он и в целом по стране колеблется. Если считать все покупки в первом квартале, число сделок выросло на 6%. Во втором квартале сократилось почти на 4%. Это можно связать, например, с ростом цен. Средние показатели по стране не особо высокие – чуть больше 2000 евро за квадрат. С другой стороны, новостройки, по данным коллеги-регистраторов Испании, никогда не стоили так дорого. А вторичка вообще установила рекорд с 2008 года. И потом, цены популярных у иностранцев в районах на Балиарах, на Канарах, в Каталонии, конечно, выше средних по стране. Но возвращаясь к иностранному спросу, больше всего в Испании традиционно покупают англичане, немцы и французы. В десятке закрепились украинцы около 600 сделок. Россияне из ТОПа выбыли. Во втором квартале совершили всего около 560 сделок. Год назад было в полтора раза больше. Но и тут вспомним, что в 2023 году активность граждан России была сверхвысокой. За полгода больше 2000 покупок, из которых 700 совершили люди, не имеющие второго паспорта и ВНЖ. И, кстати, можно предположить, что во второй половине сделок будет больше. Весной испанцы объявили о закрытии программы «Золотой визы». Это должно подстегнуть потенциальных резидентов, а на сделку они должны выходить как раз осенью. Теперь пара слов о Таиланде в преддверии высокого сезона. Цены на жилье здесь продолжают расти, но скромно, в пределах 2-3% с поправкой на инфляцию. И пока приобретение собственной недвижимости становится все менее доступным для местных, иностранцы продолжают скупать квадратные метры, гораздо активнее, чем в прошлом году. Число сделок с участием иностранцев выросло по сравнению с прошлым годом на четверть. Основные покупатели – те же китайцы, россияне и американцы. Что самое интересное, общая стоимость проданной недвижимости выросла на 23,5%. То есть приезжие тратят гораздо больше местных. Эта ситуация типичная не только для Таиланда, но здесь она стала более заметной. А теперь анонс. 10 сентября, во вторник, ждем вас на вебинаре о Турции. Особенно поговорим о туристическом ВНЖ. Как получить его, как продлевать и вообще, как сделать так, чтобы тебе его точно или с максимальной вероятностью выдали. Обсудим текущие цены и предложения в открытых и закрытых районах. Эксперт Инна Данилова, компания Inest Home, будет не только полезна, но и абсолютно уверена душевна. Ждем вас в 13.00 по московскому времени 10 сентября онлайн. Ссылка, как всегда, в описании. Ну а теперь представьте. Вилла на берегу Адриатики. Ошеломляющий вид с террасы. 260 квадратов, 3 этажа, 5 спален, 3 ванных, а комнат всего 11. Сколько стоит такая? 5 миллионов, миллион, меньше, полмиллиона, не поверите, 330 тысяч евро. А все потому, что есть места дорогие, а есть места не очень дорогие. И вот эта вилла 2022 года постройки в Албании, город Влера. Вот такой у нас сегодня объект дня, ссылку на который мы традиционно оставили в описании к сюжету. На этом выпуск подходит к концу. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии под видео. До встречи на следующей неделе. Добра и мира ваш дом!